Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Давайте сначала проверим нашу связь, как вы меня видите, слышите. Нажмите, пожалуйста, на огонек, если все хорошо у нас со связью. Вы меня видите и слышите. Отлично, замечательно. Спасибо огромное. Благодарю. И напишите, пожалуйста, из каких вы населенных пунктов, кто по профессии, для нас важно знать географию нашего вебинара. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей коллекционной категории. И сегодня мы с вами поговорим о сказкотерапии, как средстве развития речи у детей дошкольного возраста. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных учреждений, воспитателям, логопедам, дефектологам, психологам и, конечно же, родителям. Как сказал Василий Александрович Сухомлинский через сказку, верная дорога к сердцу ребенка. Сказка – это ключик, с помощью которого можно открыть истоки, и они забьют животворными ключами. В современном мире большое влияние на человека оказывают средства массовой информации. Новые технологии активно вторгаются не только в нашу жизнь, но и в жизнь наших детей. Компьютер, телевизор, планшеты, гаджеты прочно вошли в жизнь многих дошкольников. Домашний экран совершенно вытеснил бабушкины сказки, мамины колыбельные песенки, разговоры с отцом. Экран становится таким своего рода главным воспитателем, ну, конечно же, в кавычках я имею в виду, воспитателем ребенка. И вроде бы, казалось, безобидное занятие вполне устраивает не только детей, но и родителей. В самом деле ребенок же не пристает, правильно, ничего не просит, не хулиганит, приобщается к современной цивилизации. Показывая ребенку новые мультфильмы, покупая компьютерные игры, приставки, родители вроде бы как заботятся о его развитии и стремятся занять его чем-то интересным. Однако вот это кажущееся безобидным занятие таит в себе на самом деле серьезные опасности и может повлечь весьма печальные последствия не только для здоровья ребенка, а здесь что? Нарушение зрения, дефицит движения, испорченная осанка и так далее. Но и также последствия будут не очень приятны, печальны для психического развития ребенка. И первое из них – это отставание в развитии речи. Тут может встать вопрос, при чем здесь телевидение и компьютер. За компьютером ребенок предоставлен сам себе. Ну, планшет сюда берем тоже все, про одно и то же. Ребенок предоставлен сам себе, он играет молча. И это, естественно, не оказывает благотворного влияния на речевое развитие. Ребенок, который сидит у экрана, постоянно слышит речь. Можно сказать, конечно же, какая разница, кто говорит с ребенком, взрослый или герой из мультфильма. Часто такое слышу от родителей. Разве будет насыщение здесь? Разве будет здесь насыщение слышимой речью? И это не будет способствовать речевому развитию. Разница на самом деле огромная. Речь – это не подражание чужим словам и не запоминание речевых штампов. Речевые звуки, которые не обращены к ребенку лично и которые не предполагают ответа, не затрагивают ребенка, не побуждают его к тому или иному действию, не вызывают каких-либо образов. По факту они остаются просто пустым звуком. И современные дети в большинстве своем слишком мало используют речь в общении с близкими взрослыми. Гораздо чаще они поглощают телепрограммы, которые не требуют от них ответа, не реагируют на их отношения, и на которые он сам никак не может воздействовать. Усталых и молчаливых родителей заменяют в итоге экран. Но речь, которая идет с экрана, она остается малоосмысленным набором чужих звуков. Она не становится, скажем так, своей. Однако внешняя разговорная речь – это лишь вершина айсберга, за которой скрывается огромная глыба внутренней речи. И ведь речь не только средство общения, но и средство мышления, средство воображения, владение своим поведением. Это средство осознания своих переживаний, своего поведения и сознания себя в целом. Поэтому развивать речь у ребенка надо начинать с самого раннего возраста и продолжать в более старшем возрасте. Модернизация образования в настоящее время подразумевает комплексное всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с федеральным государственным общеобразовательным стандартом. Изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологии, содержания воспитательно-образовательного процесса. И на современном этапе поиск новых форм, методов обучения, развития, воспитания детей – это один из главных вопросов дошкольной педагогики. В настоящее время наблюдается повышенное внимание к развитию личности ребенка. Это дает возможность обновить и качественно улучшить речевое развитие ребенка. Показатели речи и свойства личности взаимосвязаны и должны быть во внимании родителей, которые заботятся о своевременном и гармоничном развитии ребенка. И одним из методов развития речи может являться сказкотерапия. Это метод, который использует сказочную форму не только для речевого развития личности, но и для расширения сознания, совершенствования взаимодействия через речь с окружающим миром. Сказки близки и понятны ребенку. Они всегда радуют детей, интересны для них. И особенность сказки состоит в том, что развитие личности ребенка происходит в гармонии, согласованности с успешным овладением грамотной и связанной речью. Дети черпают из сказок множество познаний. Первое представление о времени, пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром. Сказки позволяют ребенку видеть добро и зло. Многим людям свойственно состояние радостного трепета, предвосхищение чуда, удивление ежедневным чудесам. И разве не чудо, что солнце всходит и заходит, что меняются времена года, рождаются дети? Правда, мы просто привыкли к чудесам, и некоторые из нас хотят чего-то нового, чего-то неожиданного. А чудо ведь, оно рядом. Однако только человек с открытым сердцем может познать его прелесть. Открыть свое сердце навстречу добру учит нас сказка. При использовании сказкотерапии в развитии речи создается коммуникативная направленность каждого слова и высказывания ребенка. Происходит совершенствование лексико-грамматических средств языка, звуковой стороны речи, восприятия, выразительности, развития диалогической и монологической речи. Возникает взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов. Вместе с тем создается благоприятная психологическая атмосфера, обогащение эмоционально-чувственной сферы ребенка, а также приобщение детей к народному творчеству. Сказка помогает ребенку самосовершенствоваться, активизировать различные стороны мыслительных процессов. У детей повышается речевая активность в процессе приобретения умения узнавать, пересказывать сказку, определять ее героев, отношения между ними. Прослушивание и понимание сказки помогает ребенку словесно устанавливать связь между событиями и при этом строить речевые умозаключения, связывать сказки с приобретенным опытом и знаниями. У детей совершенствуется выразительность речи в процессе создания сказочных образов и расширяется словарный запас. Метод на самом деле имеет многовековую историю, но свое название получил совсем недавно. И, наверное, нет такого психологического, психотерапевтического, педагогического направления, которое обошлось бы без использования сказки. Основные возможности сказкотерапии заключаются в следующем. Это развитие речи, интеграция личности, развитие творческих способностей, адаптивных навыков. Что еще здесь? Совершенствование способов взаимодействия с окружающим миром, а также обучение, диагностика и коррекция. Людям свойственно обмениваться историями. И для того, чтобы их рассказать и послушать, мы собираемся вместе. Обмен историями, как и обмен жизненным опытом – это естественная форма взаимодействия между людьми. Поэтому получается, что сказкотерапия – это естественная форма общения и передачи опыта. Научившись рассказывать, пересказывать, грамматически правильно строить фразы, творчески мыслить, ребенок совершит огромнейший скачок в развитии, который будет способствовать развитию личности. И, как считают многие психологи, именно в дошкольном возрасте у человека формируется структура личности. Закладываются основы самооценки. На эти параметры огромное влияние оказывает речь детей. Актуальность данной темы заключается в том, что сказки – это естественная составляющая повседневной жизни детей. Что же такое сказкотерапия? Первое, что приходит в голову, слышим же терапия, правильно, это лечение сказками. Знания испокон веков передавались через притчи, истории, сказки, легенды, мифы. Причем здесь вообще лечение. Знания сокровенные, глубинные, не только о себе, но и об окружающем мире. Безусловно, будет лечить. Когда говорят о том, что сказкотерапия – это лечение сказками, имеют в виду совместно с ребенком открытие тех знаний, которые живут в душе и являются психотерапевтическими. Сказкотерапия – это метод, который использует сказку для решения задач в области воспитания, образования, коррекции, профилактики психологических отклонений, психологической и психотерапевтической помощи. Это процесс поиска смысла, расшифровка знаний о мире, системы взаимоотношений в нем. И в сказках можно найти целый перечень человеческих проблем и образные способы их решения. И часто это позволяет найти и нужное решение в жизни. Ребенок, находясь в сказке, взаимодействует со многими сказочными героями. И как в жизни ищет пути решения проблем, которые встают перед ним. Для детей сказки связаны с волшебством. А волшебство – это еще и превращение в сказки в реальное, а в жизни не всем заметное. Волшебство происходит внутри нас, постепенно улучшая окружающий мир. Конечно, сказкотерапия – это еще и терапия средой, особая сказочная обстановка, в которой могут проявиться потенциальные части личности. Нечто нереализованное. Что же такое сказкотерапия? Это созерцание внутреннего и внешнего мира, осмысление прожитого, моделирование будущего, процесс подбора каждому ребенку своей особенной сказки. Восприятие сказки является для ребенка особым видом деятельности. Следовательно, сказки имеют огромное влияние на развитие ребенка и речи в том числе. Сказка – это интегративная деятельность, в которой действия воображаемой ситуации связаны с реальным общением, направленным на активность, самостоятельность, творчество, регулирование ребенком собственных эмоциональных состояний. И можно найти множество классификаций, много различных классификаций сказок. Для сказкотерапии для дошкольников можно использовать следующие виды произведений. Это народные и художественные сказки. Они позволяют воспитать в детях духовные, нравственные ценности, научить сочувствовать, сопереживать, помогать друг другу. Поучительные сказки будут расширять кругозор читателя о том, как нужно вести себя в различных жизненных ситуациях, какие последствия вызывает неправильное поведение. Выделяют еще также диагностические сказки. И такие произведения позволяют выявить черты характера малыша, а также как он относится к этому миру. Психологические сказки. Совместно с героями этих историй дети учатся справляться с трудностями, страхами, обретают собственную уверенность. И логопедические еще сказки есть, которые предназначены для развития речи. Данные произведения применяются как средство формирования развития речи дошкольников. Сегодня мы поговорим с вами о логопедической сказке, поскольку тема заявлена как сказкотерапия в развитии речи. Поэтому акцент будет сегодня на логопедических сказках. И логопедическая сказка является эффективным коррекционным средством для развития всех сторон речи с детьми, имеющими речевые нарушения. В процессе работы с детьми часто отмечается, что у них нарушена логика, последовательность изложения, употребляются однотипные связи, пауза. Отмечается интонационная и лексическая невыразительность. Уровень передачи эмоциональных состояний не развит. Артистические способности, интонирование, восприятие различных оттенков речи не соответствуют возрасту. А сказка является отличным средством устранить все эти проблемы. Логопедические сказки обогащают круг представлений детей, делают обучение более доступным, способствуют более глубокому и прочному усвоению учебного материала, способствуют сохранению устойчивого внимания и интереса детей на протяжении всего занятия. Сам процесс игры в сказку тесно связан со всеми разделами программы, которые входят в развитие речи детей дошкольного возраста. Игра в сказку способствует активизации разных сторон речи детей. Словариан, грамматического строя, диалогической, монологической речи, совершенствованию звуковой стороны речи. Цель логопедических сказок – это всестороннее, последовательное развитие речи детей и связанных с ней психических процессов, путем использования элементов сказкотерапии. В качестве задач сказкотерапии выступают следующие. Это развивать все стороны речевой функциональной системы в занимательной для дошкольника форме. Создавать благоприятную среду для речевой активности, творчества ребенка с целью повышения эффективности игровой мотивации детской речи. Развивать психологическую базу речи, взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов. Ну и осуществлять также сотрудничество педагога с детьми и друг с другом на основе лично ориентированной модели взаимодействия участников образовательного процесса. Создавать атмосферу взаимопонимания, взаимопомощи. В ходе занятий в рамках сказкотерапии осуществляются различные виды деятельности, такие как слушание, запоминание сказки, пересказывание сказок, сказки точнее одним ребенком или поочередно по фразам группой детей. Еще что здесь можно использовать? Придумывание продолжения к известной сказке или другого конца сказки. Вообще придумывание сказок, либо групповое, либо индивидуальное. Рисование сказок, разыгрывание сказок, то есть здесь что имеется в виду? Инсценировки, кукольный театр, музыкальные спектакли и так далее. Развивающие игры на основе сказочных образов и сюжетов, связанных с природой, с животными. Сюда же пластические импровизации на тему сказок и так далее. Каковы же методы и приемы будут? Это, например, сказки на песке, настольный театр, сказки на фонолиграфию, игры имитации, пальчиковый театр, игры импровизации, игры инсценировки, музыкальные постановки по сказкам. Логопедические сказки тоже имеют свои виды. Например, артикуляционные сказки развивают речевое дыхание, артикуляционную моторику. Фонетические уточняют артикуляцию заданного звука, автоматизируют, дифференцируют звуки. Лексико-грамматические обогащают словарный запас, закрепляют знания грамматических категорий. Есть сказки, которые способствуют формированию связанной речи. Пальчиковые сказки направлены на развитие мелкой моторики, графических навыков. Еще выделяют сказки по обучению грамоте, где знакомятся дети со звуками и буквами. И немножко расскажу о них. Первое – это артикуляционные сказки и комплексы артикуляционных упражнений объединяются в виде увлекательных сказок о язычке. Такие сказки вызывают у детей интерес к органам артикуляции, развивают их подвижность, активизируют зрительное восприятие. Все упражнения, сказки о язычке выполняются перед зеркалом. И как вариант расскажу. Перед вами тоже на экране еще тоже другой вариант. Жил на свете язычок, был у него свой домик. Домик назывался ротик. Домик открывался и закрывался. Посмотри, чем закрывался домик. Взрослый медленно и четко смыкает, размыкает губы. Зубами. Нижние зубы – это крылечко, а верхние зубы – это дверь. Жил язычок в своем домике, часто глядел на улицу, откроет дверцу, высунется из нее и опять спрячется в свой домик. Посмотри, взрослый показывает несколько раз широкий язык, прячет его. Язык был очень любопытным. Все ему хотелось знать. Увидит, как котенок молоко лакает и думает, дай-ка я так попробую. Высунет широкий хвостик на крылечко и опять спрячет. Высунет и спрячет, высунет и спрячет. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Совсем как у котенка получается. А ты так умеешь? А давай-ка мы с тобой попробуем. Ну и, естественно, демонстрация идет. А еще любил язычок песни петь. Веселый он был. Что увидит, то услышит на улице, то и поет. Услышит, как дети кричат. А-а-а! Откроет свою дверь широко, широко и запоет. А-а-а! Кругленькую дырочку в дверце своей сделает и запоет. А-а-а! И так незаметно у язычка и день пройдет. Устанет язычок, закроет свою дверцу и спать уляжется. Вот и сказке конец. Конечно, тут вариаций может быть очень-очень много. Кроме того, есть еще артикуляционные сказки по лексическим темам. Овощи, например. Пришли дети в огород. От удивления открыли рот. Увидев огромную тыкву, широко открыть здесь рот нужно. И удерживать подсчет до 5-6, считаем. Или, например, еще упражнение толстячки-худышки. Изобразить овощи на грядке. Например, арбузы и тыквы, кочаны, капусты будут у нас толстячки. А лук, чеснок, стручок гороха и другие будут у нас худышки. Всасываем щеки. Или лопата, например. Тоже логопедом всем знакомое упражнение. Надо выкопать картофель, приготовьте свои лопаты. Язык удерживаем на нижней губе в спокойном состоянии. Копаем картошку. Кончик языка поднимаем, опускаем. Закрываем то верхнюю, то нижнюю губу. И так далее. Или, например, осень. Это облачко очень веселое. Посмотрите, как оно вам улыбается. Улыбнитесь ему в ответ. Выполняем упражнение улыбка. Пошлите ему воздушный поцелуй. Посылаем воздушный поцелуй. Вот прилетел осенний листок. Он тоже хочет с вами поиграть. Выполняем упражнение лопаточка. Но ветер его поднимает, опускает. Выполняем упражнение качели. Качает вправо, влево, кружит. Выполняем упражнение часики. А вот сквозь облачко и солнце протянуло свой лучик. Он острый. Покажите, какой лучик у вашего солнца. И выполняем упражнение иголочка. Ну и опять же так дальше. Сюжет все выстраиваем. Можете здесь не ограничиваться вашей фантазией, что придет в голову. Главное реализация поставленных задач. Следующее – это фонетические сказки. И с целью автоматизации поставленных звуков я тоже использую сказки в своей работе. Как вариант, одна из них – это история о паровозике, направленная на автоматизацию звука. Щ в слогах и словах. Это мои презентации. Я делала для своих детей. У меня на все звуки. Они есть в разных вариантах, различные сказки. Это как один из вариантов. Итак, жил-был веселый паровозик. Он очень любил делать гимнастику. Картинки анимационные. Здесь нет возможности показать, поскольку выводим в PDF-файле, а анимационные картинки, они только воспроизводятся, если мы открываем в PowerPoint. Поэтому здесь это статичные картинки, а на экране в презентации они у меня будут динамичны. И рассказываю, что он очень любил, наш паровозик очень любил делать гимнастику для язычка. Выполняем улыбку. Давай с тобой улыбнемся, чтобы были видны верхние и нижние зубы. Удерживаем это положение 5-7 секунд. Дальше трубочка. Вытягиваем губы вперед. Зубы сомкнуты. И так далее. Дальше упражнение качели. Выполняем, поднимаем широкий язык за верхние зубы, а затем опускаем за нижние. Ну и упражнение еще часики. Провозик катался по своим рельсам и пел. Песенку, свою любимую песенку. Ч-ч-ч. А еще паровозик был большим выдумщиком. И придумывал различные песенки. Ча-чо, ча-чо, ча-чо-чо и так далее. Песенки, конечно, естественно, будут различные. Придумывайте свои. Что отрабатываем, в каких сладах. Провозик живет у нас в сказочном городе. А вот и домик паровозика. Чтобы дойти до него, надо пройти по волшебной дорожке. Для этого нужно, наступая на камешек, назвать картинку. Мяч, бабочка, удочка, почтальон, часы. И вот мы у паровозика в гостях. А у него есть любимая бабушка Чита. Она варит паровозику вкусное варенье. Расскажи, какое варенье варит бабушка Чита паровозику. Черника черничная, черешня черешневая, да, алыча алычева и тому подобное. Еще раз напомню, проговорю, что сказки я оформляю в виде презентации Powerpoint. Следующие это лексико-грамматические сказки. И тоже как вариант сказка «Жадный медвежонок». Жил в лесу жадный медвежонок. Никто с ним не дружил, потому что самыми любимыми его словами были «Мой», «Моя», «Мое», «Мое». Сказки, опять же, в зависимости, для чего мы с вами используем. То есть мы здесь, отвечая на вопрос, с какого возраста использовать, вы же здесь обращайте внимание, на что направлены сказки, для чего вы это делаете. Соответственно, и возраст будет отличаться. Либо мы, например, отрабатываем звуковую сторону речи, или мы обогащаем, например, словарный запас. То есть в первом случае, естественно, мы позже начинаем, а во втором случае более ранний возраст. Итак, «Жадный медвежонок». Любимыми фразами у него были, любимые его слова были «Мой», «Моя», «Мое», «Мои». Однажды шел он по лесу, а навстречу ежик бежит. На спине у ежика грибок «Мой», заявил медвежонок и отнял гриб. Ежик заплакал, свернулся клубочком и покатился по тропинке. Медвежонок поддел его лапой и больно укололся. «Бедная моя лапа», – заревел он. Прихрамывая, побрел медвежонок дальше. Видит, белочка скачет, полную корзинку малины в лапках несет. «Моя», – закричал медвежонок, – и отобрал у белочки ягоды вместе с корзинкой. Белочка не стала спорить, прыгнула на сосну, сидит там лапкой, слезы тихо утирает. Дальше идет медвежонок. Лакопится малина из корзинки. Друг из кустов выпрыгивает зайчик. Сел на задние лапки, стал яблочко грызть. Не успел и пару раз откусить, как медвежонок с криком «Мойо!» – выхватил яблоко. Струсил зайчишка, шмыгнул снова в кусты. Брундучок с полным мешком лесных орехов тоже оказался на пути жадного медвежонка. «Мои!» – безо всяких объяснений заявил жадина и взвалил мешок с орехами себе на спину. Все лесные звери, завидев жадного медвежонка, разбегались в рассыпную, лишь бы ему на глаза не попадаться. А он все ходил по лесу и кричал «Мой! Моя! Моё! Мои!». И после чтения этой сказки педагог, ну, или родитель спрашивает ребенка, «Как ты думаешь, о чем еще медвежонок говорил? Мой, моя, моё, мои?». Ребенок подбирает предметы или картинки. Можно взять же еще игрушку медвежонка или картинку блоскосную, если нет у вас игрушки. Ребенок подбирает предметы, можно тоже вывести на картинках, выбирает либо предметы, либо картинки ребенка, которые подходят для каждого из этих местоимений. Либо еще вариант сказка «Мальчик Ваня и мудрый учитель». Жил-был Ваня. Он был очень послушным и добрым мальчиком, но его большие и умные глаза были почему-то всегда грустными-прегрустными. И только мама Ваня знала, в чем тут дело. Ваня не мог правильно говорить, а слова во множественном числе он вообще не понимал. Он никогда не употреблял их в речи. Вот, например, приходит он в магазин и говорит «Дайте мне, пожалуйста, ботинок». Удивленная продавщица продает ему один ботинок. И Ваня идет с этой покупкой домой. Мама вздыхает, берет коробку с одним ботинком и идет менять его на ботинки. Или идет Ваня в лес, набирает полную корзину грибов и на вопрос бабушки «Что ты нашел в лесу?» отвечает «Гриб». Мама снова вздыхает и показывает бабушке «Грибы, собранные Ване». В начале учебного года Ваня в школьной библиотеке получал только один учебник. На помощь снова приходила мама и получала за сына все необходимое – учебники. Когда приходили гости, он предлагал им лишь один стул. У гостей было много и им нужны были стулья. Здесь еще можем сопровождать картинками. Тогда на выручку приходил папа. Он рассаживал гостей по стульям. Весной решено было озеленить территорию. Дело в том, что прислать есть часть сказок в рассылке. Кроме того, наш вебинар будет в записи. И вы можете опять просмотреть… Здесь же главная суть, с другой стороны – запомнить, понять. На самом деле сказок очень-очень много. И я предлагаю как варианты, которые вы можете использовать в своей работе. Итак, не закончила еще сказку. Весной было решено, что нужно озеленить территорию вокруг дома. И Ваню послали за саженцами. Но он принес всего одно дерево. А для сквера нужны были деревья. На просьбу бабушке проветрить квартиру, Ваня открывал одно окно. Бабушка же считала, что хорошо проветрить дом можно, лишь открыв все окна. Рисовал Ваня только одним карандашом и одной краской. Поэтому рисунки у него получались скучными. Хорошо, будем иметь в виду. Я еще и психолог по образованию, и тоже работаю психологом. Поэтому будем иметь в виду. Тогда запланируем вебинар по психологическим сказкам. Итак, рисовал Ваня только одной краской, только одним карандашом. Поэтому рисунки получались у него скучными. И для того, чтобы картина получилась интересной и красочной, нужны яркие карандаши и разноцветные краски. Мама долго терпела все это, но в конце концов поняла, что Ваня не справится с проблемами в одиночку. Она обратилась за помощью к мудрому учителю. Тот сказал, что через месяц мальчик Ваня даже не вспомнит о своих сегодняшних проблемах. И правда, вскоре мальчик уже все-все знал о множественном числе слов. Он мог правильно употреблять эти слова в речи. И уже не попадал в смешные и нелепые ситуации. Педагог или родители предлагают ребенку выполнить упражнения, которые давал Ваня, мудрый учитель. С помощью картинок, предметов отрабатываются формы множественного числа существительных, прилагательных, глаголов, прошедшего времени, лист, листья, стол, столы, окно, окна и так далее здесь. Еще, если берем словообразование, про посуду, сказка, рассуждала как-то сахарница. Вот я для сахара создана. Поэтому так и зовусь сахарница. Солонка для соли, салатница для салата, хлебница для хлеба, ну и так далее. Да-да, подхватила масленка. Я нужна для масла. А моя подружка селедочница для селедки. Но скажите мне, как объяснить слова посуда и поварешка? Слова такие есть, а вот еды-то такой. Нет? Правильно? Во всяком случае, я таких слов не знаю. И вы хоть меня чайником и зовете, отозвался чайник, я не только про чай все знаю и чайком вас всех пою. Слово посуда как бы просит. По-ложи сюда. Слово посуда. А с поварешкой еще проще. Она главная помощница повара. Вместе с поваром любое блюдо попробовать может и повар уговаривает. Повар, ешка, поварешка. Кроме того, есть сказки, которые способствуют развитию связной речи. И здесь тоже различные виды работ будут. Ребенок разыгрывает знакомые сказки. Или несколько детей, предварительно распределив роли, разыгрывают сказку. В драматизации сказок активизируют движения органов артикуляционного аппарата. Формируют лексико-грамматический строй речи. Развивают общую мелкую моторику. Координацию движений, мимику, пантомиму. Психические процессы. Это и воображение, это эмоционально-волевая сфера. Это внимание, это восприятие. Творческие способности тоже развиваются. У детей формируется мелодика интонационная выразительность. Развивается связная монологическая речь. И автоматизируются звуки в тексте, в речи. Ребенок, еще как вариант, ребенок разыгрывает сказку по мотивам увиденного. Но при этом изменяет персонажей, время, конец действия. Еще как вариант, ребенок разыгрывает и моделирует сказку по набору предложенных или выбранных самостоятельно игрушек. При этом ребенок самостоятельно демонстрирует сказку. Придумывает ее сюжет. И таким образом развивается самая сложная форма связанного высказывания. Это составление творческих рассказов. Кроме того, еще также можно использовать подготовку и показ музыкально-логопедических сказок. Уникальным пособием, которое развивает речь, являются кубики истории. И эту фантастическую игру кубики истории придумали несколько лет назад в Европе. Мы всегда влюбились в нее. Она интересна как взрослым, так и детям. 9 кубиков, 54 картинки погружают нас в мир фантазии, иллюзий и приключений. Каждый рисунок – это захватывающий и необычный поворот повествования. Люди разного возраста, полупрофессии придумывают невероятные истории, превращая обычную дружескую даже вечеринку в настоящий праздник воображения. Оригинальные кубики истории можно заказать через интернет, но для детей они будут сложными, так как на кубиках изображены лишь символы и знаки. Для наших детей нужны яркие, понятные кубики, яркие, понятные картинки, вот как здесь на экране. Взяв за идею оригинальную версию игры, можно сделать свои кубики истории. Затрат, на самом деле, больших не потребуется, а игра получится очень интересная, эффективная, и использоваться может даже в любом месте, в любое время. Итак, игра начинается. Ребенок достает из волшебного мешочка кубик, бросает его, и в зависимости от выпавшего изображения, начинает рассказывать своим друзьям невероятную историю. Затем следующий игрок достает и бросает кубик, и продолжает историю, при этом не теряя нить рассказа. Например, задается тема рассказа «Жил-был гном», выпадает изображение дерева. Около его дома росло дерево, выпадает солнышко, над домиком его светит солнышко, и так далее. Таким образом, плавно переходят от одной картинки к другой, и сочиняют необычные, смешные, ну, иногда, конечно, бывают и грустные истории, куда же без них. Сначала задачу можно упростить, так как не у всех детей в достаточной степени развиты коммуникативные способности. Поэтому сначала составлять истории можно по очереди так. Первый кубик бросает ребенок, а следующий педагог. И чередуем. Взрослый сможет направлять и корректировать сюжетную линию в нужном направлении. Дети достаточно быстро учатся, и даже уже после двух-трех таких игр могут свободно составлять простые рассказы, сказки, понимая, как интерпретировать и связать картинки в сюжетную линию. Как начинать и заканчивать повествование. Еще тоже один из приемов, часто применяемых, это карты Пропа. Владимир Яковлевич Проп был русским ученым, филологом, фольклористом, и основные его труды были посвящены структуре и происхождению волшебной сказки. То есть сейчас мы с вами будем говорить про историю и сказку одновременно, а скорее даже все-таки про сочинительство. В структуре Проп выделил набор постоянных элементов или функций. Чуть позже Джанни Радари сократил число функций до 20. Какие? Это запрет или предписание. Второе. Нарушение. Третье. Вредительство. Дальше. Отъезд героев или героя. Задача. Встреча с дарителем. Волшебные дары. Появление героя. Сверхъестественные свойства антигероя. Борьба. Победа. Возвращение домой. Прибытие домой. Что еще? Ложный герой. Трудные испытания. Ликвидация беды. Узнавание героя. Изобличение ложного героя. Наказание ложного героя. Свадьба или счастливый конец. В принципе, для работы с детьми дошкольного возраста достаточно восьми карт будет. Не надо даже брать больше. Используя карты пропа, можно научить детей видеть структуру сказки, что в дальнейшем облегчает усвоение материала и будет способствовать его запоминанию. В последующем же на основе карт ребенок от воспроизведения переходит к творчеству, то есть к сочинению. И какова же последовательность знакомства с картами? Вначале изготавливаем карты. Карты, используемые в работе, в начале работы, должны быть выполнены в сюжетной манере, красочной. В дальнейшем уже пользуются картами с довольно схематичным изображением каждой функции. Причем смысл должен быть понятен детям. То есть обязательно, когда уже берете схематическое изображение, важно с детьми обговорить, а еще лучше даже вместе придумать эти схемы, тем более, когда свое, оно же близкое, родное, лучше запоминается. Правильно? Вот, поэтому дети должны понимать вообще, что обозначает та или иная схема. Дальше идем. Это воспроизведение знакомой сказки, дифференциация, то есть посмысловые части и соотношение с определенной функцией. Затем совместный поиск и нахождение обозначенных функций в новых сказках. На протяжении одного занятия используются 3-5 карт. Самостоятельный поиск функций детьми на материале знакомых, затем новых сказок. Целое освоение сказочных функций. Здесь уже используется весь комплект карт. Сочинение сказок. Сначала коллективно используем ограниченный набор карт. Постепенно добавляем по 3-4 карты. И индивидуальная работа, работа с индивидуальным набором карт. Вначале детям можно предлагать готовое название сказки, оговорить только место действия, количество персонажей. А вот как вы обозначите ту или иную функцию, каким смыслом, совсем не важно. Главное, чтобы ребенок понимал, что если запрет, то оно обозначается как перечеркнутый круг, либо замок на двери, или как в знаках дорожного движения въезд запрещен. То есть это надо запомнить. Или если, например, знак даритель, волшебный дар, то можно волшебной палочкой обозначить, или коробка с подарком. Но тут уже решайте самостоятельно, кому как удобнее, как проще будет запомнить детям. По мере накопления опыта можно предложить задания или игры. Выставить карты по ходу сюжета. Найти знакомые карты в только что прочитанной сказке. Найти ошибку в расположении карт по сюжету сказки. Определить отсутствие знакомой карты или отделить лишнюю карту. Какие творческие приемы мы можем использовать в работе со сказкой? Ну, опять же, их тоже много достаточно. Я часть отмечу, чтобы было понятно вообще, о чем идет речь, смысл какой. Калаши сказок можно делать или сказки от считалки. Считалка разучивается наизусть, обыгрывается несколько раз в подвижных играх. Затем предлагается загадочное начало, идущее от ее содержания. Как вариант, считалка всем нам знакомая. Катилось яблоко мимо сада. Мимо сада, мимо града. Кто под ними, тот и выйдет. И начало сказки. Это будет. Но дальше продолжаем. Но яблоко было волшебное. Добрых людей оно превращало в, додумываем, а злых в. Или еще прием перевирания сказки или знакомая сказка по-новому. Герои наделяются противоположными чертами характера. Педагог проговаривает, что злая волшебница заколдовала Золушку и ее сестер. Теперь и Золушка злая, грубая, ленивая, а ее сестры добрые, трудолюбивые девочки. Как вернуть прежнюю Золушку и оставить добрыми сестер? Еще можно использовать прием сказка от загадки. Например, ни окон, ни дверей полна горница людей. Или сказка от фразеологизма. Например, берем фразеологизм «Крокодиловы слезы». И начало сказки. Каждое утро капризный мальчик лил крокодиловы слезы. Это всем ужасно надоело. Ну и так далее. Развиваем сюжет. Сказка от задачки. И в этом качестве лучше, конечно, использовать шуточные или стихотворные задачки. Например, купила мама 10 яиц и несла их в корзине. Одно упало. Одно – это игра слов, получается. Сколько яиц осталось? Начало сказки. Все 9 яиц разбились, а одно – нет. Когда мама взяла его в руки, оно почему-то задвигалось. Ну и так далее. И тому подобное. В результате работы с картами пропа, что у нас, какой результат получается? Во-первых, это умение определять жанр произведения. Запоминать последовательность событий. Выделять основное содержание сказки. Выстраивать схему содержания, опираясь на карты пропа. Уверенно манипулировать картами. Чувствовать красоту и образность родного языка. Еще тоже очень нравятся детям пальчиковые сказки. Они направлены на развитие мелкой моторики и развитие графических навыков. Тоже буквально очень быстро, времени совсем мало у нас остается, чтобы было понятно, о чем идет речь. Сказка о маленьком котенке. Взрослый проговаривает. Однажды маленький котенок вышел во двор. И здесь одновременно показываем пальцами. Средние и безымянные пальцы у нас упираются в большой. А указательный палец, так, средние и безымянные упираются в большой. А указательный и мизинец у нас с вами подняты вверх. Да, это у нас будет маленький котенок. На небе ярко светило солнышко. И здесь мы можем с вами скрестить пальцы, широко раздвинуть. Вот у нас с вами такое солнышко получилось. На заборе сидел петух и громко пукарекал. И здесь, например, тоже вы можете уже брать другие конфигурации пальцев. Как вариант, ладонь вверх у нас с вами указательный палец упирается в большой. Вот он такой у нас с вами петушок. Остальные мы растопырили. Ну и дальше по ходу придумываете, сочиняете историю, что по двору гуляла курица с цыплятами. Показываем курицу, показываем цыплят. Вот вдруг, например, котенок увидел большую собаку. Тоже здесь показываем собаку. И так далее. Разворачиваем сюжет. Еще есть сказки по обучению грамоте. Логопедические сказки знакомят детей с гласными, согласными буквами. Формируют понятие звук, буква, гласный звук, согласный звук. Развивают слуховое внимание, фономатический слух. Знакомят детей, как я уже говорила, с гласными, согласными. И закрепляют зрительные образы букв. Формируют и дифференцируют понятие звук и буква. И главный герой сказок здесь будут звуки и буквы, которые наделены своими характерами. На занятиях дети погружаются в мир сказочных персонажей. Например, королевство звуков и букв. В красном дворце живут шести гласиков. Ну, мы их так называем. Конечно, вы можете по-другому называть. Это гласные звуки. А в синем и зеленом дворце живут согласики, согласные звуки. И сюжет тоже вы уже придумывать можете абсолютно любой. После чтения сказки детям задаются вопросы по тексту. Предлагается выполнить задания, которые направлены на закрепление и осмысление. в содержание сказки. И использование метода сказкотерапии в работе с детьми является весьма эффективным и многофункциональным. Сказка обогащает словарный запас, развивает речевую активность, учит четко формулировать свои мысли и излагать их на публике. Помогает ребенку устанавливать взаимодействие с окружающим миром, устанавливать взаимоотношения друг с другом в процессе игры, формировать эстетические талоны и представления, что в дальнейшем активно влияет на становление личности. И сказка для ребенка – это маленькая жизнь, полная ярких красок, чудес, приключений. Каждая история о дружбе, помощи, добре, любви ко всему живому питает ум, учит мыслить, развивает. Сказка дает нам чувство психологической защищенности, так как имеет в своем сюжете доброту, мудрость, а это дает ребенку положительный эмоциональный настрой, снимает напряжение и тревогу. Кроме того, развивается память, внимание. В итоге применение сказкотерапии как эффективного метода для развития речи ребенок приобретает немало новых, но при этом не свойственных именно ему характеру черт, его характеру черт. Ну там по сказке, там по ходу идет, как раз по обучению грамоте. Дело в том, что, ладно, здесь получается, как вариант, вернусь тогда очень-очень быстро. Например, берем сказку в саду. Ранней осенью Света с мамой убирали урожай в своем саду. Света собирала с куста красную смородину, миску. Мама собирала темные и синие сливы в корзину. Ну и дальше там придумываете. Дальше нужно ответить на вопрос ребенку. Когда Света с мамой собирали урожай? Что собирала Света? Кто собирал сливы? Куда девочка поставила миску? Куда убежала Света? Что сделал поросенок? И дальше предлагается детям вспомнить и назвать слова с твердым и мягким звуком С из рассказа. Раскрасить на картинке предметы, в названии которых есть звуки С, подобрать слова из рассказа каждой слоговой схеме. Вот таким образом здесь работаем. И в завершение нашего вебинара хочу сказать, что благодаря использованию сказкотерапии ребенок приобретает много новых, несвойственных именно ему, черт характера, такие как творчество, активность, эмоциональность, самостоятельность. Если есть вопросы, то задавайте их. Спасибо вам огромное за ваши прекрасные отзывы. Для нас очень важно понимать, что вебинар был полезным. Спасибо. Благодарю от души. Материал дополнительно можете скачать, проходя по ссылке. Хорошо. Я отвечу у себя. Будем иметь в виду. Благодарю от души за ваши чудесные отзывы. Спасибо за то, что вы такая теплая компания у нас собралась. Будем ждать вас на следующих наших занятиях. До свидания. Всего доброго. До встречи. Новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok